В Черноморском доме культуры прошел сход граждан. Встреча началась с отчетного доклада главы поселения Владимира Жигулина. Выполнены работы по отсыпке, грайдированию и ямочному ремонту дорог, расчистке ливневых ериков. Регулярно проводят субботники. После отчета жители задали вопросы, которых накопилось очень много. Все прекрасно знают, что весь отопительный сезон в наши дома горячая вода и отопление поступало с заниженной температурой. Второй вопрос – когда возобновится подача горячей воды в дома жителей поселения? Сейчас уже размещены на торги две котельные. Мы до конца года завершим строительство этих котельных. Скорее всего, войдут они в работу уже в январе, в феврале. И надеемся, что в феврале уже вы сможете получать тепло и горячую воду с этих котельных. Много жалоб на отсутствие уличного освещения, перебои с водоснабжением и электроэнергией, состояние дорог. В больнице нет узкопрофильных специалистов. Жители хутора Карский говорят о том, что их проблемы в администрации игнорируют. Сход в Черноморском длился больше двух с половиной часов. И все это время люди перечисляли проблемные вопросы. По словам жителей, глава администрации не принимает участия в жизни поселения. Наш глава. Вот к нему обратились. Он выслушал, молча. Все. Он и забыл. Обидно, когда вот такой человек стоит по рулям. Что дальше можно ожидать? Глава района отметил, что без взаимодействия жителей, местных депутатов, администрации поселений и района большинство проблем не решить. Владимир Ильич, я хочу, чтобы вы успешивались, вы своих избирателей, депутатов, депутатских корпусов прислушались к ним и начали совместно с ними выполнять большую, кропотливую, продаемку работы. Я вам об этом говорил еще в феврале месяце. «Найдите диалог с жителями, найдите диалог с депутатами, найдите диалог с районной властью». «Мы готовы, мы открыты на конструктивный диалог, но почему-то вы игнорируете, вы не слышите». Ряд вопросов глава района и его заместители взяли на личный контроль. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова